Маковец Маковец, то есть маковый рулет Это один из самых популярных польских десерт А еще источник морфина Расскажем об истории этого лакомства Которое не обошлось без столкновения с законом Безобидный на вид Маковец Один из любимых десертов Польши Это похоже на штрудел рулет Из дрожжевого теста с маковой начинкой Кроме мака В начинку добавляют мед, масло, изюм И грецкие орехи Получается очень вкусно Любой поклонник этого десерта Согласится, что чем больше начинки Тем лучше Особенно это верно в том случае Если этот любитель предпочитает Любартовский маковец Который пекут в местности Любартов На западе Польши В этом рулете нет почти ничего, кроме мака На сайте Министерства сельского хозяйства Говорится Любартовский маковец Он отличается тонким слоем теста и толстым слоем маковой начинки Маковец это без сомнения самая польская из всех разновидностей польской выпечки Любартовский маковец пользуется такой популярностью, что о нем даже написали песню Автор песни Огнешка Костеевич из Даминова, деревня под Любартовым Вот перевод Первого куплета Перед маковцом Из Любартова Пусть склоняются все другие Этот запах, этот вкус Завитки ароматного мака Вне зависимости от количества начинки Маковец традиционное польское блюдо И обязательный пункт пенью на Пасху и Родинство Обычай, возможно, связан С апокрифической христианской Легендной о том, что мак вырос там Куда падали капли крови распятого Христа Однако, зерна мака были символически связаны с представлением загробной жизни И в докрестьянские времена славяне считали, что это растение позволяет пресечь границу между жизнью и смертью Они даже использовали мак для приготовления блюд для мертвых Которые, как тогда считалось, могли приходить к ним в гости Маковец появляется в истории и позже Например, в 1681 году придворный пекарь Иоанна Третьего Сабецкого Приготовил огромный маковец, украшенный изображением жены короля Марысинки А чем его и порадовал Еще один польский король Станислав Август Пнятовский Однажды получил маковец длиной более 4 метров Однако, есть и темная сторона маковца Этот десерт не только часть мифологии, обычаев и истории Маковец несколько раз стал причиной скандала Ведь считается, что высокое содержание семян мя мака привозит к появлению в организме морфина Вы, наверное, знаете, что мак используется как сырье для производства опиума Морфина, героина, ну, так как его семена являются естественным источником опиата Об этом знают и кондитеры, и местные правоохранители органов Поэтому для приготовления кондитерских изделий Следует использовать только семена специальных сортов мака С очень низким содержанием морфина Однако, несмотря на все на это И то, что это правило соблюдается Маковец по-прежнему может стать источником проблем с законом Для поляка маковый рулет – вещь настолько же обыденная, как круассан для француза Или яблочный штруди для австрийца Хотя маковец считается в Польше праздничным блюдом Его можно купить в магазине и в обычное время Зачастую его берут с собой в качестве перекуса или даже едят на завтрак И, разумеется, никто не относится к этому лакомству как к наркотику Оно не имеет такого действия Даже если вы каким-то образом сидите целый маковый рулет Вы почувствуете не наркотическое опьянение, а тяжесть в желудке И придете к выводу, что напрасно съешь килограмм очень калорийной еды И хотя он, кажется, абсолютно безвреден и полностью легален Его употребление может привести к положительному результату на тест на морфин Бедные жертвы этого эффекта ни в малейшей степени не испытывают интоксикации Но с чистой юридической точки зрения содержание морфина в их крови превышено Звучит абсурдно, но в Польше это может стать реальной проблемой Например, периодические издания, такие как «Проблемы криминалистики» Издаваемые Центрально-судебной медицинской лабораторией Польши В 2008 году посвятила этому феномену большую статью Ее громоздкое название переводится примерно так «Тестирование уровня морфина физиологических жидкостей людей, употребляющих пищевые маркосодержащие продукты и маркировок таких продуктов» Не вдаваясь в обсуждение подробностей детального анализа физиологических жидкостей Процитируем часть вывода статьи Обнаружение морфина в физиологических жидкостях организма может указывать не только на прием Опять познакомиться с феноменами и употребление как-то детских изделий, содержащихся на маку В статье объясняется, что в зависимости от вашего метаболизма и других индивидуальных особенностей организма Вы можете получить вложительный результат теста на морфин в течение нескольких часов После того, как вы съели обычный кусочек макового пирога Однажды приключилась история в 2006 году с польским писателем и журналистом Петром Милевским По решению суда ему пришлось пройти годовую программу реабилитации в Америке И все из-за того, что полицейские ошибочно приняли его за наркоторговца во время рейда в Нью-Йоркском ночном клубе, где ему не повезло оказаться как раз в тот момент Милевского попросили пройти тест на наркотики Дело было в рождественские праздники и на обед Милевский, как это принято у поляков, съел кусок макового пирога Тест на морфин оказался положительный Вот как он описывает свою беседу с медицинским персоналом Центра реабилитации в своей книге Это, наверное, из-за макового пирога Я съел в обед немного оставшегося рождественского пирога с маком Этот пирога, объясняю я, в Польше его готовят на Рождество Когда я был маленький, я пек его со своей бабушкой Он похож на струздиль, но начинка вместо яблок делается из мака Вообще мы едим много мака во время праздников И чем больше я говорил о тонкости польской кухни Тем больше я понимал, что мои объяснения звучат удручающе Я слушал свой монолог, как будто его произносил наркоман, стоящий рядом со мной Действительно, для любого человека, незнакомого с особенностями польских праздников Эти оправдания должны были звучать, ну, крайне неубедительно К счастью, инцидент не привел к серьезным неприятностям И для писателя все закончилось хорошо Но встретил на своем пути менее снисходительных людей Концовка этого анекдотического случая могла бы быть не столь счастливой В октябре 2014 года краковская газета Краковска опубликовала такую новость В одном из краковских магазинов продавались сладкие булочки с маком В котором вместо съедобного был мак с высотным содержанием марфина Несколько человек доставлено в больницу результат их тестов на марфин оказались положительными Все началось с того, что одна жительница Кракова проходила плановое медицинское обследование После того, как у нее в организме обнаружили марфина Казалось, что единственным потенциальным виновником в кавычках мог быть только сладкий маковый рулет Который она съела в тот день Несколько сотрудников клиники решили проверить ее объяснение и попробовали несколько маковых рулетов В магазине и той же торговой сети Представьте себе, в их организме тоже появился марфин К счастью, никто из жителей Кракова не испытал никаких проблем с здоровьем и не отравился Пожалуй, им повезло, что это была не Любатовская версия, упомянутая ранее История о скандальных краковских рулетах, однако, быстро стала сенсацией И получилось широкое освещение в польских СМИ Многие поляки решили, что марфин стал легко доступен из-за нечестных краковских кондитеров А их сеть магазинов, несомненно, лишь прикрытие для наркодилеров Институт судебно-медицинских исследований в Краке Пытался охладить страсти и сделал анализы образцов запятнавшейся выпечки Было сделано заключение, что нет уверенности в том, действительно, был ли рулет сделан из семян мака с высоким содержанием морфина В любом случае обнаружилось, что выпечка не представляла опасности для здоровья И ввиду этого никаких обвинений против торговой сети выдвинуты не было Как видите, маковец широко известен Но своей славе он обязан не только неотразимым вкусом Действительно, прямо обалденно Так что наш совет Никогда не ешьте этот десер перед тем, как идти устраиваться на работу в правах ориентальной органы Спасибо за внимание, всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...